Итак, следующая наша с вами задача – это научиться формировать нашу базу подписчиков в системе JustClick. Это можно делать разными способами. Один из самых распространенных – это отдавать что-то за подписку. То есть у меня, например, есть какой-то бесплатный курс. Мы создаем страницу, говорим, что, пожалуйста, берите этот курс, но оставьте в обмен свои контактные данные – имя и email-адрес. И таким образом мы начинаем формировать уже свой подписной лист. Вот сейчас мы посмотрим на примерах, как это делается. И первое, с чего в данном случае мы должны начать – это создать под это дело так называемую группу подписчиков. То есть в JustClick мы можем очень тонко сегментировать всех подписчиков и когда у вас появляется необходимость собирать подписчиков, допустим, на своем сайте, за какой-то подарок, клиентов по каким-то товарам, то лучше создавать такие специальные группы, в которые эти подписчики будут помещаться. И таким образом вы, например, будете знать, что «Ага, вот эта группа у меня подписывалась на курс по HTML, вот эта группа у меня интересовалась курсом, допустим, по WordPress, а вот эта группа – это клиенты по курсу, допустим, «Как создавать информационные бестселлеры». И таким образом у нас вся подписная база сегментируется вот по таким группам. И это очень удобно на самом деле, потому что в будущем, когда вы там будете делать всякие распродажи, релизы, запуски новых курсов, вы уже можете слать не всем подряд, потому что, особенно если у вас ниша такая достаточно разнородная, то бывает не нужно слать всей базе там какое-то новое свое предложение. То есть если вы, например, вчера выпускали, продюсировали курс по йоге, а сегодня у вас там какой-то новый автор, и вы продюсируете уже курс там по Forex, то нет смысла рассылать предложение по Forex всей базе, и особенно тем, кто там интересовался йогой. И вот эта сегментация, она позволит вам слать свои предложения только тем людям, которые на самом деле заинтересованы, и не раздражать тех, кто не заинтересован. Давайте сейчас на примере будем разбирать вот этот момент. То есть я хочу раздавать в обмен на подписку вот этот курс по HTML. Соответственно, первым делом я захожу в пункт «Мои рассылки». И здесь есть такой пункт, как «Группы подписчиков». То есть первым делом мне нужно создать под эту раздачу группу подписчиков. Здесь уже изначально идет группа «Ферст». На нее можете не обращать внимания, она здесь сделана для примера. А мы нажимаем «Создать новую группу». Вы также придумаете, что вы будете раздавать в обмен на подписку. И вот сюда прописываем идентификатор. Это могут быть латинские буквы и цифры. То есть у меня, например, это будет HTML 33. Что-то связанное с самим курсом. Так, здесь название. Оно больше для тех людей, которые подпишутся, чтобы они понимали, на что они подписались. И потом могли вспомнить, зачем они подписались. Так, ну допустим, вот таким образом я напишу. Здесь можно прописать текст письма активации сразу. То есть оно будет стандартным вот таким. Но если вы хотите поменять, можете вот здесь это дело поменять. Так, нажимаю «Предпросмотр». Вот так будет выглядеть письмо. «Здравствуйте, на ваш e-mail была оформлена подписка на такую-то рассылку». Если вы действительно подписывались, то подтвердите подписку, кликнув по ссылке. То есть все нормально. Теперь на вкладке «Подписки» мы смотрим, что здесь есть. Можно указать имя отправителя по умолчанию. Если мы не укажем, будет подставлено из нашего профиля в аккаунте. «E-mail отправителя по умолчанию». То есть здесь смотрите, вообще в сфере инфобизнеса распространен такой подход, что обратный e-mail адрес ставится такой, который никто не проверяет. Потому что обычно, когда люди подписываются на какие-то рассылки, то вот на этот обратный адрес идут много автоответчиков. И многие инфобизнесмены, особенно уже состоявшиеся, крупные, никогда вот эти ящики не проверяют, на которые идет обратный адрес. Но в принципе на начальных этапах можно сюда поставить какой-нибудь существующий ваш адрес. Потому что вам будут на него еще отвечать люди. То есть они подписались, у них возник какой-то вопрос, они не знают, где получить ответ и будут вам отвечать на этот адрес. То есть это на тот случай, если у вас еще нет службы поддержки, если люди не знают, куда обращаться, вот можно здесь указать какой-то существующий адрес. Так, вот если мы оставляем его пустым, то будет поставлен как раз вот наш существующий адрес из профиля, видимо. Так, а если я сюда припишу свой какой-то ящик, который я никогда не проверяю, то, соответственно, я никогда не увижу тех вопросов, которые туда придут. Так, URL сайта в подписи по умолчанию. То есть здесь все будет браться из профиля. Если каких-то изменений вы не планируете по сравнению с тем, что у вас вот указано в профиле, здесь если зайти в профиль продавца, вот здесь все вот эти данные, которые здесь указаны, они будут использованы. Если хотите что-то менять, то меняйте. Так, и дополнительно URL адрес после отписки. Здесь можно указать, например, свой какой-то главный сайт. Так, в моем случае это, например, вот он мой основной домен. То есть если человек вдруг отпишется от моей рассылки, его перекинет на мой основной сайт. URL для API оповещений – это больше для программистов. Интервал отправки писем. Здесь указывается интервал, в какое время будут отправляться письма по этой рассылке. Тоже достаточно редко используемая возможность для тех, кому надо, например, чтобы письма отправлялись только в рабочее время или там только вечером. Можно указать конкретный интервал. То есть вот когда человек подписался на эту рассылку, на эту группу, на эту группу, получается, в эту группу попал, то письма ему будут вот в этом интервале идти. По умолчанию это полностью весь день. Так, рассылка активна. Если вдруг на время надо будет отключить вот эту группу, то можно ее отключить. Так, и неразрывные группы в серии – это тоже интересная возможность, которая позволяет указать, какие письма, потому что здесь можно сделать целую серию писем, об этом мы еще поговорим, какие письма должны получаться подряд, чтобы не было никаких других писем. То есть если мы здесь поставим, что, например, с первого по четвертое письмо от данной серии должно получаться подряд, то если мы в этот момент будем слать по всей базе обычные письма, до таких людей они просто не будут доходить, чтобы им не перебивать вот эту серию. То есть это пока для вас, я думаю, сложновато, но в будущем вы поймете смысл. Здесь пока просто оставляем это пустым. Так, все, нажимаю «Сохранить», и у меня группа подписчиков создана. На этом мы здесь остановимся, а в следующем уроке поговорим о том, как создать для этой группы уже форму подписки.